Из-за разницы в часовых поясах в Мангостаусской области выборы начались буквально час назад. В списках избирателей в регионе числится 315 202 человека. Почти половина из них жители города Актау. Наш корреспондент Тамара Степанова сейчас находится на 26-м избирательном участке областного центра. Тамара, насколько активно население, живущее на берегу Каспия в это воскресное утро? Доброе утро, Астана. Несмотря на раннее время, люди приходят и проявляют свою гражданскую позицию. Самых первых избирателей встретились с подарками. Такой же приятный сюрприз в течение дня ждет и тех, кто придет на выборы впервые в жизни. Таких здесь, на 26-м избирательном участке, 10 человек. По мнению председателя областной избирательной комиссии, в этом году ожидается высокая явка мангостаусцев. Замечу, что в предыдущих выборах президента Республики Казахстан приняли участие 94% жителей региона. В настоящее время в области работают 177 избирательных участков. 58 из них в городе Актау. Голосовать будут более 300 тысяч человек. Почти 118 тысяч из них – актаусцы. Рядом со мной Нурлан Джалимов, секретарь городской избирательной комиссии. Нурлан, расскажите, как, на ваш взгляд, начались выборы? Наблюдается довольно активная явка населения. Избиратели каждых возрастов, разных возрастов, молодежь, взрослые и пожилые люди, несмотря на раннее время, приходят и проявляют свою гражданскую активность. На данном участке около 2500 избирателей. Из них 5 человек подали заявление для голосования вне избирательного участка. Это те люди, которые по состоянию здоровья не смогут подойти на избирательный участок. Заявление принимается до 12 часов дня. После 12 часов дня члены избирательной комиссии при помощи передвиженных горн выходят для сборов голосов подавшим заявителям. Хочется отметить, что по городу Актау подали заявление для участия в голосовании около 1000 человек, жителей других регионов, которые работают в городе Актау. И в основном это сотрудники нефтегазового сектора. Важно отметить, что каждый избиратель должен проявить гражданскую активность для настоящего и будущего нашей страны. И исходил из того, что голос каждого на этих выборах является решающим. Я от себя добавлю, что в ряде западных регионов нашей страны, которые находятся в другом часовом поясе, голосование продлится еще один час до 21.00 по времени Астаны. На этом у меня все. Мы будем следить за ситуацией. Астана. Спасибо. Напомню, на прямой связи из Актау вещал наш собственный корреспондент в регионе Тамара Степанова.